Всем привет! Меня зовут Мария и добро пожаловать на мой канал, посвященный гибкому питанию, мотивации и тренировкам. Теперь вы знаете, как правильно рассчитать свою необходимую калорийность рациона, вы знаете, как определить количество белков, жиров и углеводов, которое будет оптимальным для вас. И перед вами стоит задача, с чего же начать данную гибкую систему питания. Итак, с чего же начать? Во-первых, определите свой КБЖУ, а именно, объем необходимых вам в течение дня калорий, а также пропорцию белков, жиров и углеводов. Второй пункт – купите кухонные весы. Как бы это странно ни звучало, но новичку достаточно сложно первое время определять вес порции и объем потребляемых продуктов. Именно поэтому этот девайс на кухне будет полезен. В дальнейшем, возможно, вы научитесь на глаз определять, какой объем, какую порцию еды вы едите. Однако первое время, первый месяц или два, кухонные весы будут большим помощником. Кроме этого, не покупайте какие-то дорогие весы. Вам достаточно самых простых девайсов, которые просто фиксируют вес потребляемого продукта. Третье – скачайте приложение для подсчета калорийности своего рациона, а также пропорции белков, жиров и углеводов на свой мобильный телефон. Я пользуюсь приложением FatSecret. Я его установила достаточно давно, и для меня оно является самым удобным. Однако на рынке существует еще и немало других приложений, и если вам они покажутся более удобными, вы можете пользоваться ими. У многих приложений есть веб-версия. Это значит, что если вам неудобно скачать приложение на свой мобильный телефон, вы можете отмечать все продукты, которые были вами съедены в течение дня, через свой компьютер. Пункт номер 4. Ничего не меняйте в питании, просто записывайте. Что это значит? Все, что было съедено вами в течение двух недель на завтрак, обед и ужин, любые перекусы, напитки, вы взвешиваете на весах и записываете в калькулятор. Пункт номер 5. Анализируйте. Для чего вы делали записи в течение этих двух недель? Первое, что вам необходимо сделать, это рассчитать среднедневную калорийность рациона. Как это сделать? Предположим, в понедельник вы ели на 1600 калорий, во вторник вы ели на 1800 калорий, в среду ели вы снова на 1600 калорий, а в пятницу вы встретились с подружкой и поели на 2500 калорий. Вам необходимо сложить все данные дневной калорийности за 14 дней и разделить полученную величину на 14. Таким образом, вы определите объем калорий, который вы в среднем съедаете в течение одного дня. Второй вид анализа, который вам нужно сделать в рамках этого пункта, это посмотреть, какое количество белков, жиров и углеводов вы едите в течение дня и посмотреть на их пропорции. Пункт номер 6. Теперь вам необходимо сравнить ваши показатели с показателями, которые вы рассчитали в пункте номер 1. Что это значит? Вы должны провести мини-анализ. Предположим, в пункте 1 вы определили, что в день вам необходимо съедать 60 г жиров, 100 г белков и 150 г углеводов. Вы анализируете понедельник и видите, что при необходимом уровне потребления 100 г белков в день, в понедельник, предположим, вы съели 70 г белков. Вы делаете для себя пометку, что в понедельник вы съели белков меньше, чем было вам необходимо. Предположим, вы также видите, что в понедельник вы съели 80 г жиров. Это значит, что вы съели на 20 г жиров больше, чем ваш оптимальный уровень. Вы тоже делаете пометку, что в понедельник вы съели жиров больше, чем это было вам необходимо. Такой анализ вы делаете по каждому из 14 дней, в течение которых вы записывали ваши показатели и делаете определенные выводы. Проанализировав таким образом каждый из 14 дней, вы можете получить некоторую картину, а именно сделать вывод, какой из макронутриентов недостает в вашем рационе. Исходя из своих личных наблюдений, я могу отметить, что обычно люди едят процентов на 20-30 г белков меньше, чем это им необходимо. Именно поэтому они очень часто испытывают чувство голода, потому что именно белки дают нам чувство сытости на долгий промежуток времени. Я очень часто замечаю, что количество потребляемых жиров выше необходимого уровня. И этот показатель тоже необходимо оптимизировать. Кроме того, вам необходимо понаблюдать за среднедневным расчетным показателем калорий и вашим фактическим, которое вы потребляли в течение этих двух недель. Вы выяснили, что в течение этих двух недель каждый день в среднем вы ели 2500 калорий. В тот момент, когда ваш оптимальный показатель калорийности рациона должен составлять 2000. Это значит, что вам необходимо скорректировать свой рацион, то есть уменьшить объем потребляемых калорий, и вы начнете худеть. Ситуация совершенно другая и гораздо хуже в том случае, если, предположим, вы рассчитали, что в день вы должны тратить 1800 калорий, а при этом потребляете лишь 1500. Что это может означать? В первую очередь, это означает, что вероятнее всего, ваш обмен веществ замедлился в силу ряда факторов. Я планирую снять еще один видеоролик, который расскажет о том, почему метаболизм мог замедлиться и что сделать для того, чтобы его разогнать. Ну и, наконец, последний пункт, номер 7, это скорректируйте свой рацион. Здесь все достаточно просто. Это значит, что, предположим, вы выяснили, что в день вы потребляете калорий чуть-чуть больше, чем вам необходимо, в вашем рационе присутствует недостаточное количество белков и избыточное количество жиров. Для того, чтобы скорректировать ваш рацион, вам необходимо добавить дополнительные белковые приемы пищи. Один из способов корректировки количества белков в рационе, это добавление что-либо белково в каждый из приемов пищи. Например, к завтраку вы можете добавить одно яйцо дополнительно, либо кусочек сыра, либо еще что-то. В том случае, если в вашем рационе присутствует избыточное количество жиров, вам необходимо понять их источники и попытаться заменить определенные продукты, может быть, на менее калорийные, менее жирные, заменить жирную свинину на более-то костную говядину, либо курицу. Вы привыкли есть творог 9% калорийности, вы можете заменить творог меньше калорийности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова